Когда Адам только открыл свои глаза, он увидел Бога, первое, что он увидел, второе, он увидел сад. И, конечно же, Бог хотел ему показать его приоритеты в жизни. И Бог ему сказал, что делать в этом саду? Просто лежать на траве, ешь бананы, жуй кокосы, там все росло, вполне всего было много. И просто как бы наслажать себя жизнью. Это его миссия, мужчины, нет? Иногда многие мужчины думают, что это его миссия, он лежит на диване, это его миссия. Он уже есть как бы в семье, как бы самое главное есть в семье, главное богатство, главное сокровище есть, уже в семье ничего не надо. Но Бог сказал мужчине, что он должен был делать? Возделывать и охранять, друзья. Мужчина, если он не трудится, это уже не мужчина получается. Поэтому вы видели, сколько женщины жалуются, если мужчина лентяй дома? Это же проблема такая, он на диване лежит, он никак не переворачивается, даже на бок. Вот смотрите, Бог сказал не случайное слово «возделывать». Возделывать. Нужно все возделывать, друзья. Если у тебя есть огород, ты понимаешь, о чем я говорю? Надо возделывать, да? Если ты его не возделываешь, что там будет? Там ничего не будет. Нужно возделывать отношения. Если отношения не возделываются, их тоже не будет. Если ты не возделываешь свое здоровье, у тебя тоже здоровья не будет. Если ты не возделываешь свои финансы, у тебя финансов не будет. Все, о чем ты не заботишься, у тебя это пропадет, испортится, и этого просто не будет. Поэтому, когда нам Бог говорит о своей миссии, семье, мы тоже должны понять, мы должны возделывать эту миссию. Мы должны понимать, да, взгляд Божий, план Божий, понимание Божий. Ведь Он не зря сказал, мои мысли и ваши мысли. Мы должны соотнести Божьи мысли, взять их в себе на вооружение и говорить, да, Господь, как ты думаешь, как ты видишь, как ты понимаешь? Я хочу делать то же самое вместе с тобой. Поэтому Господь дал человеку огромный потенциал, правда или нет? Огромный, Он вдохнул в себя, Он вдохнул в то, что у него было. Он говорит, да, вот с этим потенциалом ты сможешь исполнить то задание, ту миссию, которую я дал тебе. Но, конечно же, мы знаем, что не всегда все гладко идет, да, и сатана, который был изгнан Богом за бунт с неба, что он стал делать? Что он стал делать? Он стал, опять же, куда он пошел? Куда он направился? Он направился в семью, друзья. Направился куда? Прямо, прямо в семью. Мы говорим, в семье столько проблем, ой-ой-ой, в семье то, в семье это. Так вот враг не оригинален, с самого начала он пошел сразу в семью. И кому он стал обращаться, вы все знаете, да? Многие, конечно, целое учение по этому поводу делают. Что какие вот они женщины, да, вот и что из-за них все и получилось. Вот если бы, вот если бы не она, как сказал Адам, не жена, которую ты мне дал, то было бы все по-другому. Но вы знаете, вот именно задача тому же, чтобы он охранял. Аллилуйя. Возделывал и охранял. И если мы, как мужчины, будем не духовны, не будем возделывать и охранять то, что дал нам Бог, враг будет здесь тут как тут. Конечно, женщины, они более податливые, да, их может быть легче уговорить можно. Но если бы Адам вступился и сделал бы то, что ему нужно было бы, ничего бы не произошло. Но тем не менее, мы понимаем, что Писание называет его как? Отец лжи, да? Отец лжи. Потом, как его еще Писание называет? Обольщающий всю вселенную. То есть враг-то не такой уж и простой у нас, да? Не просто дать ему по рогам и дать ему пинка под хвост и все как бы. Да, мы понимаем, что его тактика, она не изменилась через ложь, через обольщение, через искушение, да? Что мы не только поем песню «Наш искупитель жив», наш искуситель тоже жив, к сожалению. И он также продолжает делать свою черную работу, да? Продолжает подходить, как написано, и приступил к Иисусу, да? И к нему искуситель. Когда искуситель приходит обычно? Когда трудные времена наступают, правда? Когда Иисус был в пустыне, написано, он взалкал, и тогда пришел к нему искуситель. И стал его искушать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова